всем привет с вами armor мастер и сегодня мы поговорим немножечко о модельной химии о красках и всяких других штуках которые применяются уже после того как модель склеена и начнем мы сегодняшний разговор с грунтовки я считаю что абсолютно любую модель надо грунтовать тем более необходимо просто грунтовать те модели на которых мы используем фототравление но даже если мы его не использовали все равно крайне рекомендуется и я тоже обязательно рекомендую модели грунтовать почему потому что во первых если мы грунтуем у нас появляется про некий проявочный слой на котором мы можем увидеть какие-то дефекты нашей модели во вторых грунтовки намного лучше липнет краска и намного лучше на грунтовке краска держится кроме того кроме того грунтовку можно еще если будут какие-то царапины незначительные на пластике она может их сверху просто закрыть и вот первое что я бы порекомендовал это вот такая грунтовочка в баллоне обычный аэрозольный баллон перед использованием ее надо минуты 3-4 потрясти вот такими вот движениями там уже есть специальные шарики для того чтобы лучше размешивалась и тут смысл какой что во первых когда вы ее размешиваете она сама по себе становится лучше размешивается да и второй момент когда вы ее вот так вот в руке держите банка нагревается потому что грунтовка в принципе при нанесении должна быть где-то комнатной температуры то есть когда она холодная она хуже ложится на модель непосредственно нанесение ну очень просто я сейчас нажимать кнопку не буду но в общем и целом нажимаем вот спустим вот эта модель да мы нажимаем на кнопочку немножко не доходя а отпускаем кнопочку как только прошли вот такими вот движениями модель грунтуется и сама модель двигается делается это для того что поток краски поток грунта из баллона достаточно сильный и можно просто залить залить какую-то деталировку хотя вот эти вот фирменные грунтовки мистер хобби или томия мне честно говоря томия нравится чуть больше но она зараза дорогая стала последнее время поэтому пользуюсь таким они практически невозможно ими залить модель если пользоваться какими-нибудь более дешевыми грунтовками автомобильными которые я в принципе не рекомендую потому что могут пластик сожрать там еще и возможно залить и поэтому в качестве вот аэрозольной грунтовки вот такие вот баллончики второй способ нанести грунт на модель это приобрести вот такую вот баночку с жидкой грунтовкой единственное что сама по себе она такая довольно густой консистенции поэтому ее такую грунтовку тамиевскую надо обязательно при нанесении аэрографом разбавлять вот этой жидкостью но сначала пару слов про грунтовку значит вот эта грунтовка она бывает белого и серого цвета в принципе она очень похожа на ту которая фасуется вот в баллоны да и но на мой взгляд все таки нанесение через баллон попроще и поудобнее хотя кому что нравится некоторым наоборот нравится наносить из аэрографа грунтовку вот но могу сказать что естественно когда объект маленький совсем да то есть также как вот танк в сотном масштабе мелкий его конечно нет смысла поливать грунтовка из баллона потому что грунтовка мимо уйдет его лучше из аэрографа если у нас там модель танка в тридцать пятом масштабе или какой-нибудь другой достаточно крупный объект конечно удобнее использовать все таки баллон теперь касательно вот этой жидкости вот эта жидкость она изначально насколько я понимаю предназначена для прочистки аэрографа после красок вот но также она прекрасно подходит для разбавления грунтовок для нанесения из аэрографа и еще у нее есть вот этой жидкости замечательнейшее свойство она позволяет убрать краску с пластиковых деталей не повреждая их в том числе с прозрачных то есть на мой взгляд самый лучший самый удобный способ убрать краску если там где-то подпортили покрасили прозрачную деталь это вот эта жидкость потому что после нее у меня ни один ни одна прозрачная деталь не стала ни матовой никаких других дефектов не получила то есть если нужно снять краску с деталей то вот это вот жидкость нравится мне больше всего из тех которые я пробовал сразу скажу что когда мы красим модель в базовый цвет мы я пользуюсь исключительно акриловыми красками почему потому что они меньше пахнут чем всяческие эмалевые прочее когда особенно покрываешь достаточно большие поверхности но запах такой туман когда стоит растворителя это не очень хорошо и для здоровья вообще когда одна мебель это седает это тоже не очень хорошо вот плюс по акрилу можно потом спокойно делать всякие смывки и тонировки и прочее на основе масляных красок которые разбавляются бензином бензин акриловый лак не подъедает можно совершенно спокойно им работать когда мы используем акриловые краски я все покрасочные работы крупные веду через аэрограф в принципе считаю что без аэрографа очень тяжело сделать модель с качественной окраской для того все краски которые выпускаются они в основном идут по консистенции под кистью для того чтобы они нормально прошли через аэрограф их нужно разбавлять вот такими вот разбавителями причем обратите внимание что как для томии разбавитель нужно брать тоже в такой же круглой баночке называется x20 а вот в такой кругленькой то есть если взять в квадратной баночке разбавитель он вот этим краскам не подойдет и ничего хорошего не получится скорее всего испортите модель поэтому обращайте внимание на то что баночка была бы круглой для ганзовских красок там надо смотреть не на форму банок а на цвет вот такой вот голубенький это акрил ярко-синий ярко-синяя эмблемка и ярко-синяя этикетка это эмали тоже не путайте вот это голубенький морская волна к морской волне ярко-синий ярко-синему по поводу тому насколько к сильно разбавлять разбавителем краску это все подбирается индивидуально потому что это очень сильно зависит от того каким давлением вы пользуетесь какое сопло у вашего аэрографа ну и прочими какими-то факторами это все подбирается абсолютно индивидуально потому что через джасовский на поджасовский аэрограф я на одну единицу краски добавляю две единицы разбавителя на для этого самого иватовского аэрографа я уже разбавляю меньше где-то один к одному для разбавления краски я пользуюсь обычными медицинскими шприцами там на 35 миллилитров потому что на них нанесена шкала можно очень удобно набирать краску и разбавители точно дозировать их объем после того как мы нанесли грунтовку мы на модель наносим базовую краску базовую краску но поскольку в этом ролике в основной упор будет на немецкие окраску немецких танков начального периода войны когда они были серые то я в основном буду говорить об этих цветах значит базовый цвет два варианта это либо томиевский герман грей либо мне очень нравится ганзовский вот этот называется field грей на самом деле это гораздо ближе к панцир грей цвет вот чем они в общем то отличаются томиевский более синий поэтому если использовать фильтр то по томиевском лучше использовать коричневый фильтр ганзовский более серый у него нету этого голубого оттенка поэтому по нему очень хорошо проходить как раз таки голубым фильтром касательно свойств самих красок какие есть нюансы томиевская краска она очень укрывистая наверное самая укрывистая краска под аэрограф из тех которыми я пользовался но при этом но при этом она абсолютно глухой матовый глухую матовую текстуру имеет поэтому когда она разбавляется под аэрограф я обычно разбавляю на одну часть краски одну часть глянцевого лака и одну часть разбавителя ну или каких-то там зависимости от того какой у вас аэрограф какое у вас давление какое сопло эти характеристики могут меняться но в любом случае при использовании вот этой краски еще используется достаточно много глянцевого лака для того чтобы убрать вот эту супер матовый потому что потом с ней очень неудобно работать ганзовская краска она сразу идет глянцевая на самом деле она не совсем глянцевая она такая полу глянцевая поэтому по ней удобнее уже наносить сразу после того как краска нанесена ним не обязательно перед фильтрами наносить слой глянцевого лака чтобы они не въелись с другой стороны за счет того что она глянцевая ну или я уж не знаю по какой причине но ганзовская краска менее укрывистая и расход расход ганзовской краски больше получается чем томиевской то есть если например покрасить полу гусеничный грузовик томи уху в 35 масштабе уходит где-то пол банки вот такой вот то ганзу можно вполне выдать почти целую баночку так что это надо иметь ввиду то есть на мой взгляд томи более укрывистая но слишком матовая и не имеет не идеальный оттенок ганза у нее все хорошо с оттенком она хорошая глянцевая но она менее укрывистый в нее больше расход также если мы используем высветление на своей модели да то мы используем добавляем немножко белой краски в базовый цвет когда покрываем какие-то вертикальные поверхности чтобы ну оттенить сделать более светлыми определенные моменты тут я могу сказать что ганза вот вся та ганза которая мне водорастворимая белая попадалась имела отвратительную укрывистость поэтому я ее не рекомендую использовать ни при каких обстоятельствах поэтому пользуйтесь даже если покрываете модель краской от ганзы серый базовый цвет разбавлять нужно белым оттами они прекрасно без проблем смешиваются никакого как бы никаких конфликтов у них не происходит но если ганза она такая совсем как молоко по тону то есть она полупрозрачная то таме дает очень хороший укрывистый белый цвет наверное лучше только может быть цитадельевские краски но я их честно говоря не пробовал смешивать с такими да и мне кажется это не очень хорошая идея поэтому для высветлений тамеевский flat white xf2 после того как мы модель покрасили базовым цветом и сделали там небольшие высветления из аэрографа на верхних поверхностях я рекомендую покрыть ее глянцевым лаком акриловым мне больше всего нравится вот такой вот x22 clear акриловый тамеевский почему потому что его не подъедает бензин он не особо пахнет он дает хорошую глянцевую поверхность ну и в общем то он наверное самый широко доступный из глянцевых лаков которые продаются у нас магазинах в россии почему потому что некоторые предпочитают футуру но футуру надо заказывать из америки и стоит она уже совсем других денег хотя по своим свойствам мне вот тамеевский вот этот clear нравится даже больше для разбавления под аэрограф используются тот тот же самый разбавитель для акрилов x20 а вот он бывает бывает вот такой же баночки маленькой бывает такой побольше и бывает в такой самый большой принципе это одна и та же жидкость фактически это из-за пропиловый спирт вот но как каким-то образом хитром смешанный что он оптимально подходит в принципе на разбавителях я рекомендую не экономить то есть вот я пользуюсь только этими ни разу никаких проблем с лаком не возникало с глянцевым вот после того как мы положим там например фильтры до для того чтобы когда мы будем делать масляные точки тоже я рекомендую делать вот такой вот слой глянцевого лака и перед смывкой для того чтобы закрепить все наши там потеки которые будем делать и сковывать тоже слой лака для того чтобы каждый раз нанося по слою глянцевого лака мы во первых разделяли все слои то есть чтобы если где-то что-то не удастся то нам не за моего начала всю работу делать а только корректировать предыдущий слой во вторых добавляя вот так вот каждый раз после каждого действия небольшой слой глянцевого лака к смывке мы выйдем как раз хорошей глянцевой поверхностью по которой смывка замечательно растечется теперь поговорим немного о кистях несмотря на то что конечно аэрографом получается более тонкий и аккуратный слой определенных ситуациях без кисти без нанесения кистью краски нам никак не обойтись и поэтому в общем то выбор кисти это тоже вещь достаточно ответственная абы какая кисточка из канцелярского магазина нам зачастую не подойдет я в своей работе пользуюсь в основном четырьмя видами кисточек все они здесь представлены значит вот это цитадельевская кисть фирменная и вот такой вот номер два пони нефирменный принципе практически идентичны они прекрасно подходят то есть это некий кисти общего назначения большая часть работ выполняется именно ими обратите внимание на что что при намокании надо обязательно чтобы кончик кисточки вот был таким вот остреньким если кончик кисточки не остренький или где-то там торчат волоски или еще какие-то дефекты с ней от этой кисти лучше отказаться плюс острый кончик нам позволяет рисовать достаточно тонкие линии даже когда кисть большая почему потому что совсем тоненькой кистью на самом деле рисовать тонкие линии не очень удобно потому что на ней быстро сохнет краска поэтому если мы делаем какую-то не совсем супер тонкую работу то вот такая вот кисточка пони или колонок первый или второй номер нам подойдет оптимально либо можно купить вот такую цитадель скую она чуть-чуть получше чем обычная но зато 1 5 дороже стоит тут в общем то выбор за вами следующий вариант кисти это вот такая вот два нуля тоже лучше всего колонок или белка или что-нибудь такое меленькое ею наносится совсем какие-то мелкие вещи типа сколов или какие когда надо что-то совсем тоненькая тоненькая подкрасить какую-то тонюсенькую линию провести вот в этих случаях кисточка в общем-то незаменимая более крупные поверхности лучше ею не окрашивать почему потому что она просто очень быстро не сохнет краска и это очень неудобно эта краска подсыхает на кисточке надо постоянно макать вот такая вот синтетическая кисть она имеет такой вот даст плоский кончик ею удобно проводить какие работы когда например мы красим ну например лопату да и нам нужно сделать отбивку цвета от цвета лопаты там черенка такого бежевого да к металлу и вот для отбивки вот таких вот мест именно оптимально подходит такая вот плоская кисточка синтетическая мне больше всего нравится то есть она нужна редко но когда нужно когда она есть с ней гораздо удобнее работать кисть со щетиной она нам нужна для чего вот такой жесткой кистью удобнее делать сухую кисть потому что она не так сказать не размазывается по модели такой же кистью можно наносить пигменты ну лучше конечно иметь две разные кисти под пигменты и под сухую кисть но в общем то вот такая вот она за щетина до номер 3 или 4 такая вот жесткая кисточка тоже нам частенько будет нужно в работе и пятый вариант вот такая вот здоровый пятый номер он хорош когда мы делаем например масляные точки или делаем какие-то другие работы активные с масляной краской но вот эту кисточку удобно набирать растворитель там бензин и проходить большие площади после того как мы нанесли базовый свой слой с высветлениями мы делаем фильтр значит что такое фильтр это очень очень жидко разведенная разведенный в масле пигмент определенного цвета он нужен для того чтобы сделать цвет модели более глубоким более таким разнообразным да при этом нужно опасаться того чтобы фильтр скапливался в районе каких-то выступающих деталей этого быть не должно фильтр наносится равномерно абсолютно по всей поверхности если мы говорим про немецкий танковый серый то на мой взгляд оптимальные комбинации это вот такой ганзовский филд грей с вот этим вот голубеньким либо томиевский герман грей с вот таким вот brown for desert yellow на мой взгляд оптимальные комбинации наносить фильтры удобнее всего вот такой вот кисточкой номер два если у вас модель не супер огромная там если что-то совсем здоровое то можно и третьим но я бы не рекомендовал лучше положить тонкий равномерный слой небольшой кисточкой чем дать толстый слой который где-то растечется вот но зато сэкономить две минуты для того чтобы мыть кисть либо для того чтобы там не знаю что то разбавить фильтр не знаю нужно это или нет ни разу не пользовался разбавленный фильтр никогда не разбавлял но используется вот такой бензин также если надо где-то снять из излишек с модели тоже обычным самым бензином он прекрасно снимается краску лак глянцевый акриловый томиевский бензин не трогает единственное что нужно конечно чтобы лак просто высох нормально и нужно что поверхность была не супер матовая не глухая матовая потому что глухую матовую поверхность любой пигмент и фильтр введется так что потом никаким бензином не оторвешь после того как мы нанесли базовый слой и фильтры приходит время нанести на модель декали в общем-то перед нанесением декалей точно также поверх фильтра я рекомендую положить слой глянцевого акрилового томиевского лака а если у нас какая-то сложная поверхность там где будет у нас декаль можно еще и кисточкой немного лака добавить то есть поверхность под декалю должна быть максимально глянцевая вот после того как декаль мы положили и надо приварить приварить это что значит это значит убрать ее лаковую подложку которая обычно немножечко так выступает принципе два варианта жидкостей mark fit я его купил но даже толком особо по моему и не пользовался ни разу вот она насколько я понимаю нужно не только для закрепления деталей для растворения подложки но и для того чтобы они более плотно облегали поверхность на сложных каких-то местах но я практически не пользуюсь я пользуюсь вот такой замечательной штукой уксусная 70 процентная кислота единственное что что если ее в принципе надо с ней достаточно аккуратно потому что она может повредить красочный слой если ее густо наносить вот но если под декалью у нас довольно толстый слой глянцевого акрилового лака в принципе она его не подъедает прекрасно разъедает подложку ну и несопоставимо дешевле чем тайминский этот марк fit или какие-то еще другие жидкости хотя лучше всегда при использовании вот такой сильной кислоты все-таки на каком-то незаметном месте модели там например на днище танка наносить пробную декаль и на ней пробовать приварить потому что некоторые декали она может и подпортить такая жидкость поэтому всегда проверяйте всегда убеждайтесь что она никакого вреда не наносит а так собственно кисточкой макаем вот в эту кислоту и также кисточкой аккуратно вводим по декали для того чтобы покрыть ее кислотой кислота разъезд подложку и декаль плотно въезд поверхность вот вся в общем-то технологии